Сэнд Экзюкери. Маленький премьер. Так я жил в одиночестве и не с кем было мне поговорить по душам. Шесть лет назад мне пришлось делать вынужденную посадку в Сахари. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров. И я решила, что попробую починить все сам, хоть это и очень трудно. Я должен был починить мотор или погибнуть, ведь воды у меня хватало едва бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячу миль не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение, затерянный на плоту посреди океана, и то не был бы так одинок, как я. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете чей-то тоненький голосок разбудил меня. Он сказал, пожалуйста, нарисуй мне барашка. Я переспросил. Он еще раз сказал, пожалуйста, нарисуй мне барашек. Я вскочил, точно надо мной угрянул гром, протер глаза и начал осматриваться. И вижу, стоит небольшой малыш и серьезно разглядывает меня. Вот самый лучший портрет, который мне удалось нарисовать после. Но на моем портрете он не так хорош, как на самом деле. Ведь это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые внушили мне, что художник из меня не выйдет, и научился рисовать только вдовы снаружи и изнутри. Итак, я во все глаза посмотрела на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячу миль от всякого человеческого жилья. По его виду никак нельзя было сказать, что этот малыш заблудился или до смерти напуган, или умирает от жажды и голубь. Наконец-то он вернулся до речи, и я спросил, «Ну, что ты тут делаешь?» Он опять очень тихо и серьезно попросил, «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». Это было так таинственно и непостижимо, что я не смог ему отказать. Это было так нелепо в пустыне на волосок от смерти, но я все же достал бумагу в вечное перо. И тут я вспомнил, что учился только математике, истории, географии и арифметике. И сказал малышу, даже очень сердито сказал, что я не умею рисовать. Он ответил, «Все равно, нарисуй мне барашка». Так как я в жизни не рисовал баранов, я повторил одну из старых картинок – удава снаружи, которую только умею рисовать. Но малыш воскликнул, «Нет, нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасен, а слон слишком большой. Нарисуй мне барашка». Я и нарисовал. Мой друг внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал, «Нет, это хилый барашек, нарисуй мне другого». Я опять нарисовал ему другого. Мой друг снисходительно улыбнулся и сказал, «Ты же сам видишь, это большой баран, у него рога». Я опять нарисовал ему другого, но от этого рисунка он отказался. Это старый барашек, мне нужен барашек, который будет долго жить. Тут я потерял терпение, ведь надо было бы скорее разбирать мотор и нацарапал вот что. И сказал, «Вот тебе ящик, а в нем сидит твой барашек». Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял. Я сказал, он сказал, «Вот, такого мне и надо, а как ты думаешь, много травы он ест?» Я спросил, «А что?» Он ответил, «Ведь у меня дома всего очень мало». «Ничего, я даю тебе самого маленького». Мой друг внимательно смотрел на рисунок и вдруг сказал, «Смотри-ка, мой барашек уснул». Так я познакомился с маленьким принцем. АПЛОДИСМЕНТЫ